В историю Видновского края вписаны успехи и достижения в области сельского хозяйства, промышленного комплекса, культуры и, конечно, спорта. Именно спортсменам Ленинского района, клубам и секциям посвящена наша новая передача. И в первом выпуске мы познакомим вас со специализированной детско-юношеской спортивной школой Олимпийского резерва «Олимп», которая в этом году отмечает свой 54-й день рождения. Самым доступным и массовым в советское время был лыжный спорт. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно на базе Видновской лыжной секции в далеком 1961 году возникла детская спортивная школа. В числе первых воспитанников был и Владимир Бычков. В секции сразу же было около пяти тренеров, и в секции у нас больше двухсот человек занималось. То есть сразу наполняемость была хорошая, ребята с удовольствием приходили. И результаты первые тут же не заставили ждать себя. Появились и первые чемпионы Московской области, и ребята стали выезжать на праздник Северо-международные соревнования. В начале 70-х годов отделение было закрыто. Но пять лет назад с открытием дополнительной секции в спортивной школе «Олимп» лыжный спорт получил новый импульс к развитию. Мне нравится кататься на лыжах просто. И я решила профессионально заниматься, потому что я хочу лучше кататься. Спустя четыре года после открытия школы свои двери для начинающих спортсменов распахнуло отделение фехтования. В самом начале занятия проходили в фойе Дома культуры МКГЗ, и от желающих фехтовать не было отбоя. А первым тренером стал Валерий Войтыховский. Я в то время, место жительства у меня было Берелево-Товарное, и в областном комитете сказали мне, говорит, ну вот рядом Московская область, город Видное, поезжай туда и трудись. Вот и я продолжаю трудиться. Всю жизнь, тренируя мальчишек и девчонок, заслуженный тренер и своим ученикам сумел передать любовь к сражению на рапирах. Окончив спортивную школу, некоторые из них не смогли оставить этот интеллигентный вид спорта и вернулись уже преподавателями. Лучший вид спорта, потому что здесь личные качества спортсмена, в первую очередь, не командные, а личные качества. И даже в командных соревнованиях от одного человека зависит многое. Сегодня в секции занимаются около 70 юных спортсменов, юношей и девушек, которые стремятся покорять новые спортивные вершины. Очень популярное отделение – дзюдо. Секция была открыта в школе чуть более 30 лет назад. На сегодняшний день этим видом единоборств под руководством опытных и внимательных преподавателей занимаются почти 150 девчонок и мальчишек. Для меня это самый родной спорт. Тренеры секции учат ребят не только приемом борьбы, но и взаимной помощи, пониманию. Раскрывают секреты этого японского боевого искусства – поддаться, чтобы победить. Умение использовать силу соперника для того, чтобы одержать победу. Не всегда это надо мериться, упираться рогами, чтобы стать сильным. Нет, дзюдо – это не пройдет такой вариант. Здесь все очень сильные. Если мериться силами, то далеко не уйдешь. Надо хитрить. Что ж, порой этот подход к решению проблемы можно применить и в жизни. Кому-то нравится дзюдо, другие же предпочитают каратэ. Это отделение официально открылось в спортивной школе «Олимп» в 1989 году. И уже спустя 4 года, благодаря высоким результатам каратистов, «Олимпу» был присвоен статус «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва». Сейчас приемы защиты и нападений изучают более 350 ребят. Каратэ – это как, можно сказать, образ жизни, частичка даже, большая частичка жизни в моей жизни. Для меня это, я не знаю, это не то чтобы работа, это уже как бы и не хобби, на самом деле, а, так сказать, ну, большая часть всего, что у меня есть, можно сказать так. В школе развивают не только классическое каратэ. В течение 13 лет здесь преподают одну из самых трудных и жестких разновидностей каратэ – кёкусинкай, чья философия – максимальная реализация человеческих возможностей. Бои проходят в полный контакт и без защиты. Философия стиля – это воспитание сильной личности, что, в принципе, не во всех единоборствах возможно, потому что не везде есть такой стимул для самосовершенствования, как преодоление боли и собственных каких-то отрицательных таких эмоций. Ни боль, ни упорные тренировки, невозможные травмы не пугают юных бойцов. Конечно, бывает страшно и больно, но мне очень нравится заниматься каратэ, и я не собираюсь прекращать занятия. Кроме основ каратэ, воспитанники отделения всегда дополнительно изучали и приемы рукопашного боя, и это было включено в спортивную программу. Рукопашный бой наиболее адаптирован к нашей среде обитания, к среде проживания, так как мы преподаем и удары руками, и удары ногами, и бросковую технику, то есть наиболее целесообразно изучать этот вид спорта, заниматься. Теперь у юных видновчан есть возможность целенаправленно постигать основы рукопашного боя. В октябре 2014 года, наконец, сбылась давняя мечта спортсменов. В школе открылось данное направление. Это очень здорово, потому что каждый тренер должен видеть и плоды своей работы, и моральной, и материальной, и присваивать разряды детям, и присваивать степени тренерам, категории тренера. Судейские категории – это очень важно, и поэтому это будет здорово. Мне кажется, это новый импульс развития рукопашного боя. Наших девушек не пугают ни тяжелой нагрузки, ни большие веса. В последние годы копилка отделения тяжелой атлетики школы пополняется медальми в том числе и благодаря представительницам прекрасного пола, которые наравне с юношами увлеченно занимаются этим видом спорта. Специализированное отделение тяжелой атлетики было открыто в середине 90-х годов. Начав тягать штангу, некоторые из первых тяжелоатлетов отделения вернулись в спортшколу в качестве преподавателей. В их числе Алексей Корытько, уже успевший воспитать призера юношеских олимпийских игр. Я очень горжусь этим. Если даже 10 человек, которых я подготовлю, и просто будут здоровы, мне даже это устроит. Без спорта высших достижений. Но если я, конечно, подготовлю кого-то на высшую ступеньку, педестала, буду очень рад. Но все же большинство девочек и девушек отдают предпочтение художественной гимнастике. Оно и понятно. Гимнастика гармонично сочетает в себе искусство и спорт, и необходима людям как символ красоты. Юные, очаровательные, изящные звездочки, как называет девочек-тренер, таковы гимнастки секции Олимпа, которая была открыта 10 лет назад. Я сюда пришла, вот как-то с мамой один раз сюда попала, и она открыла дверь, и я увидела, как девочки делают разные какие-то очень сложные элементы. Мне прямо вот так, я туда хочу. Именно преодоление страха, упорный и тяжелый труд, победа над собой – главное в этом необыкновенно изящном и женственном виде спорта. Винер, сказала наша главная тренер, сказала, что раз вы занимаетесь в спортсменной гимнастике, вы уже звезды. И на соревнованиях надо всегда побеждать не кого-то, а себя прежде всего. Вот мы этого и придерживаемся. Как у девочек популярна гимнастика, так и футбол привлекает мальчишек. Сотни ребят прошли через отделение футбола спортивной школы, которая начала работать в 1998 году. Летом в дворе погонять мяч – что может быть лучше? Но занятие спортом – дело куда серьезнее, поэтому тренируются юные футболисты в любую погоду. Форму терять нельзя. Хочется тренироваться, набирать сил, играть хорошо, лучше всех. Моя конечная цель – выиграть чемпионат мира. Продолжают развиваться и другие виды спорта, входящие в олимпийскую программу. Настольный теннис, гандбол, баскетбол, волейбол. Сегодня в спортивных залах общеобразовательных учреждений района под руководством опытных тренеров специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва «Олимп» игрой с мячом увлечены более сотни учащихся школ. Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва «Олимп» перешагнула полувековой рубеж. Все эти годы школа работала под девизом «Растить чемпионов» и может по праву гордиться своими воспитанниками, чемпионами и призерами чемпионатов мира, Европы и России.